здравствуйте друзья спрашивают как люди в соединенных штатах общество люди относятся к другим людям с ограниченными умственными и физическими возможностями и вопрос этот происходит от того что вот человек он сам бывал в соединенных штатах и его как бы не напугало и не удивило когда в аэропорту подсел к ним человек поговорить с синдромом дауна и он как бывалый может сказать международного класса такой путешественник он не удивился поговорил с мужиком тот рассказал ему что он вот едет там путешествовать про церковь которую ходит рассказал там вот это американец видел а вот другие люди которые там рядом были сидели они так потихонечку разбежались от него подальше испугались или что то такое вот в них вот но как бы отторжение такое то есть вот человек с синдромом дауна от него надо подальше куда нибудь вот как в америке к ним относятся вы знаете что я я думаю что наверное в основе этого отношения лежат какие-то религиозные там христианские может быть какие-то фундаментальные вещи я не знаю потому что с другой стороны россия ведь тоже страна не не буддийская не исламская там не иудейская то есть тоже вроде христианская страна но по-другому относится не знаю не знаю как объяснить но здесь много сочувствия в обществе много сочувствия и нет такой как бы злобы понимаете вот эти годы их надо добить там вот такого нету но если человек немощный значит есть масса социальных программ вы можете видеть вот если вы видите на улице человека с синдромом дауна я не знаю там насколько бывают там формы более тяжелые менее тяжелые я не я не знаю но я часто вижу что вот такой человек он с кем-то прогуливается есть социальный работник который к нему как-то прикреплен вот они там гуляют вместе и как-то вот так ну кто-то им занимается этим человеком если он сам будет путешествовала там еще мог подсесть и поговорить не не будучи чеком медицинского плана я якобы просто предполагаю так в бытовом своем сознании что видимо него была какая-то достаточно легкая форма в которой он в общем то мог сам довольно много чего делать в соединенных штатах есть ну программы специальные для того чтобы люди с синдромом дауна например могли работать и например тут есть сеть магазинов таких ну они распродают донейшин всякие благотворительные магазины гудвилл называется и в этом году гудвилл есть программа для людей с синдромом дауна вы вы можете их там видеть они там работают но они что-то такое нехитрое там делают развешивают по полочкам вот такого плана но они реально работают они получают зарплату они как-то вот так вовлекаются в жизнь и ну то есть и есть как вот как бы сказать есть понимание есть желание есть деньги выделяют на то чтобы люди могли полноценно работать как-то функционировать то же самое с инвалидами самых разных ну я не так сказать с разными ограничениями в потенциальной деятельности мы когда только приехали вот 25 лет назад я был так удивлен вы знаете все таки я из москвы это большой город и если чего-то новенькое то это первую очередь там знаете как она так но я был так удивлен когда я увидел что вот на каждом перекрестке там значит так сделаны такие съезды чтобы человек на колясочке мог съехать не не бортика вот так раз и плавненько съезжаешь а когда я увидел это было 25 лет назад когда первый раз я видел как автобус выдвигает такую платформочку на нее забирается человек заезжает со своей колясочкой эту платформочку затягивают туда в этот автобус или там троллейбус и там у него еще местечко есть где он там на своей колясочке прикрепляется там фиксируется вот и едет дальше и тогда я я просто ошалел то есть такого представить это вообще это сшибало с ног вообще такое вот но в принципе инвалиды тоже разные бывают но скажи если человек может работать то как бы создается много возможностей чтобы они могли работать другое дело что это не значит что человек у которого есть инвалидность он например абсолютно доволен или он считает что все что можно было сделать все сделано я думаю что там много еще чего можно сделать но во всяком случае в обществе есть как бы понимание этого и есть движение в эту сторону и нет никакой злобы и нет никаких знать я никогда не слышал какого-то негативного вот отношения высказывания там или что-то наоборот сейчас вообще такое время когда интернет когда можно находясь дома выполнять очень много работы то есть опять это зависит от того какая у тебя инвалидность но в принципе сейчас очень многие инвалиды из дома работают делают что-то такое офис офисную работу удаленно очень здорово что можно так вот так что и как как человек смотрящий на это со стороны и не не находящийся там как бы в гуще этого всего я могу сказать что мне лично очень отрадно видеть вот вот видеть что на улице там люди в колясочках что они передвигаются что они могут например там из колясочки пересесть машину там за руль например я такое иногда вижу вот человек он колясочку сложил сел за руль и поехал или кто-то с ним вместе это делает в магазинах в магазинах есть тележки вот если вы приедете там сейфы там есть такие пересамы самоходные тележки вы можете сесть за руль и там вас корзиночка и вот вы на 4 передвигаетесь по магазинам и соответственно ну ну хорошо ну ну действительно это очень удобно то есть какой-то такой вектор есть очень серьезный так что есть социальные программы если человек инвалид соответственно значит ему дают какой-то доход по social security он имеет какой-то доход какую-то инвалидность он может жить на эти деньги то есть на деньги на которые можно жить так что что тут сказать вопрос шире я так его понимаю что он не исключительно про синдром дауна он все-таки говорят значит расскажите об отношении американского общества и государства к людям с ограниченными физическими умственной способности ну так я никогда не видел чтобы кто-то из политиков говорил что нужно там срезать ассигнование на помощь вот этим людям вот то что скажем надо на оборону меньше тратить там многие говорят а вот допустим на социальные программы ей я даже не слышал вот трамп вот говорит в более широком плане но он и не политик он так пока еще значит говорит о том что очень много денег тратится на социальные программы но если бы допустим он завтра стал президентом то вряд ли он мог бы реально что-то сделать потому что чтобы срезать эти ассигнования значит надо чтобы конгресс проголосовал и не могу себе такого представить и не могу то есть даже труд трудно трудно представить чтобы как бы чтобы народные депутаты можно так сказать вдруг взяли и у самых может сказать обездоленных чего-то еще отняли даже не знаю не знаю что сказать помню у меня был один студент из индии мужичок такой лет сорока он работал токарем чем такое в общем-то это болванка отлетела ударил в плечо и у него было много операций одна за другой и так он чисто внешне выглядел совершенно нормально но его надо было как бы реабилитировать профессионально и вот эта программа по реабилитации на которой он находился вот он к нам пришел и они оплатили там все что надо было оплатить и он учился довольно успешно учился но когда дошло до того чтобы на практику его послать то есть он пошел на практику но там выяснилось что если он больше чем два-три часа мышкой значит оперирует это как раз он был у него правое плечо то соответственно начинаются боли какие-то еще он не может тогда я уже совсем был огорчился потому что ну думаю на что ж такое вот и мужик хороший знать такой умница и все и ну да и вообще как-то несправедливо это вот так они нашли ему за 800 долларов то есть не за миллион эти за 800 долларов поставили ему мышку которая управляется коленом вот такие как оказывается мышки есть управляется коленом и я когда с этим социальным работником он мне позвонил год мы ему купили мышку вот эту я ему говорю слушай говорю а что такие мышки он есть он где ты майкл ты даже не представляешь какие мышки едет есть такие что можно пальцем большим пальцем там на ноге управлять мышкой такие есть поэтому для инвалидов самых разных вот ограничений такс так скажем поэтому это большой бизнес это целое направление как бы вот сидят люди работают думают есть соответственно страховые компании которые оплачивают вот в данном случае это оплачивала страховая компания потому что он по воркерс компенсейшен дата травма на производство нашел по этой программе так что есть не знаю общество общество хорошо относится к людям к людям которые с ограничениями относятся более бережно заботливо понимая что их легче ну как-то обидеть там и так далее вот это те же самые вот меньшинства давайте вот допустим их мало и никто не говорит что их мало пусть заткнуться знаете все говорят но их же мало их же обидеть легко надо больше внимания им и надо как-то вот больше постараться чтобы их не задеть не обидеть не на не наступить на какой-то на их интерес ну вот чтобы они чувствовали себя как свои ребята они как второсортные давайте это естественная реакция взрослого сильного самодостаточного человека на то что кому-то вот может быть плохо поэтому такая вот ментальность интересная действительно так что я я думаю что я на вопрос ответил и на этом мы сегодняшнюю беседу заканчиваем счастливо